Вдохновители. Как стать лидером, способным усилить команду? Автор Лис Уайзман. С предисловием Стивена Кови. Моим детям Меган, Аманди, Кристиану и Джошуа, которые учили меня лидерству и показали, почему так важно быть вдохновителем. Предисловие Стивена Кови. Надо, чтобы ты поездил по стране и позанимался с местными лидерами. Я был в шоке. Кто я такой, чтобы обучать 50-60-летних руководителей? Некоторые из этих людей находятся на руководящей работе в два раза дольше, чем я живу на свете. Поняв мои сомнения, президент просто взглянул мне в глаза и сказал. Я в тебя верю. У тебя получится. Чтобы ты смог подготовиться, я дам тебе методические материалы для обучения этих лидеров. Трудно переоценить влияние, которое оказал на меня этот человек. К моменту моего возвращения домой я уже начал понимать, чему хочу посвятить свою жизнь. Меня особенно восхитило умение этого руководителя раскрывать в людях способности, о наличии которых сами они не догадываются. Я много раз задавался вопросом, как у него получилось извлечь из меня столько пользы. Ответ содержится в этой аудиокниге. Лиз Уайзман написала книгу, в которой эта идея исследуется глубже, чем где бы то ни было. И сделала это очень вовремя. Новые требования. Недостаточные ресурсы. Во времена, когда многие организации не могут позволить себе привлекать дополнительные ресурсы для решения серьезных проблем, им приходится искать соответствующие возможности в рамках существующих структур. Умение раскрыть и приумножить уже существующие в организации интеллектуальные ресурсы сегодня более чем актуально. В самых разных отраслях и организациях руководители оказываются в положении, описанном Дэвидом Алленом, как новые требования, недостаточные ресурсы. Вот уже примерно 40 лет я работаю с организациями, оказавшимися в подобной ситуации. И за эти годы убедился в том, что самая большая проблема лидерства в наше время – это не нехватка ресурсов как таковых, а неспособность выявить ценнейшие из них, которые фактически имеются под рукой. Когда я задаю на своих семинарах вопрос, кто из вас согласен с тем, что подавляющее большинство работников обладают гораздо большими возможностями, творческими способностями, талантами, инициативностью и ресурсами, чем им позволяется, или даже требуется использовать на их рабочих местах? Примерно 99% отвечают утвердительно. Тогда я задаю следующий вопрос. Кто из присутствующих ощущает необходимость добиваться большего, меньшими средствами? И снова поднимается лес рук. Если объединить эти вопросы, проблема становится ясна. Да, действительно, как утверждает автор этой аудиокниги, люди часто оказываются перегружены работой, но не самой полезной. Некоторые компании стремятся нанимать самых умных, считая, что таким образом смогут опережать конкурентов в решении проблем. Но это работает только в случае, когда организация способна полностью использовать такой интеллектуальный ресурс. Там, где действительно понимают, как эффективно подключить этот столь часто недоиспользуемый ресурс, не только намного приятнее работать. Такие организации показывают лучшие результаты по сравнению с конкурентами. А в современных условиях это может быть определяющим для судьбы компании, что крайне важно в современном мире. И ключевая роль в максимизации ресурсов организации принадлежит ее руководству. Новая идея. Эта аудиокнига представляет собой целостную систему подходов, необходимых для раскрытия интеллектуальных и иных способностей сотрудников любых организаций. Она объясняет, почему некоторые руководители окружены талантливыми людьми, а другие способствуют утечке мозгов из организации и попусту растрачивают ее ресурсы. Питер Друкер понимал, что стоит на кону, когда писал. Самым важным и действительно уникальным достижением менеджмента 20 века было 50-кратное повышение производительности ручного труда в промышленности. Самым важным достижением менеджмента 21 века должно аналогичным образом стать повышение производительности умственного труда квалифицированных работников. Самым ценным активом компании 20 века было ее оборудование. Самым ценным активом любой коммерческой или некоммерческой организации 21 века должны стать работники умственного труда и их продуктивность. В этой аудиокниге предельно ясно описывается, какие лидеры соответствуют целям, обрисованным Друкером, а какие нет. Изучая ее, я сделал один важный вывод. Вдохновители, лидеры, стиль руководства которых никак нельзя назвать мягким. Они ожидают очень многого от своих сотрудников и ведут их к выдающимся результатам. И еще одна идея, которая оказалась очень близка мне. Рядом с вдохновителями, людей вправду становятся умнее и способнее. То есть не просто кажутся себе более толковыми, они действительно становятся умнее, могут решать более трудные задачи, быстрее адаптируются и действуют разумнее. Те, кто проникнется этими идеями, смогут совершить описанный автором переход от гения, когда человек старается быть самым умным в своем окружении, к создателю гениев, тому, кто использует свои интеллектуальные способности для раскрытия и приумножения талантов окружающих. Действенность такого подхода трудно переоценить. Это как небо и земля. Что мне нравится в этой аудиокниге? Я восхищаюсь этой работой и сделанными в ней выводами по ряду причин. Во-первых, из-за журналистской честности и простого трудолюбия, которые потребовались, чтобы проанализировать работу более 150 топ-менеджеров из Америки, Европы, Азии и Африки и дать нам книгу, полную ярких и живых примеров, собранных со всего земного шара. Во-вторых, дискуссия в ней сосредоточена исключительно на тех немногочисленных конкретных характеристиках, которые отличают вдохновителей от подавителей. Это не аудиокнига о лидерстве в целом, где все хорошие качества противопоставлены всем плохим. Она намного более конкретна. В ней выявлены и описаны лишь пять важнейших практических областей. В-третьих, глубина раскрытия темы. Эта аудиокнига не просто дает название явлению и описывает его, но и идет вглубь, чтобы дать практическое представление о том, что именно делает руководителя вдохновителем. И в-четвертых, самые передовые взгляды безупречно сочетаются здесь с неприходящими принципами. Во многих книгах говорится либо об одном, либо о другом. Тех, где можно найти подобное сочетание, очень немного. Эта аудиокнига перекликается и с современностью, и с высшими моральными принципами. Идея, для которой настало время Вдохновители аудиокнига нужная всем. В ее своевременности убедятся не только корпоративные лидеры, но и руководители образовательных учреждений, больниц, некоммерческих организаций, предпринимательских стартапов, среднего бизнеса и государственных структур всех уровней. И она выходит в свет как раз тогда, когда очень нужна. Во времена новых требований и ограниченных ресурсов, в момент, когда и финансовые директора, и директора по персоналу вдруг в один голос стали говорить о необходимости нового подхода к распределению имеющихся ресурсов. Принципы, положенные в основу этой книги, будут верны всегда, но станут побеждать в соревновании идей именно в сегодняшнем экономическом климате. Они заслуживают пристального внимания в силу своей актуальности. Они именно то, что нужно сейчас, поскольку, как сказал когда-то Виктор Гюго, нет ничего сильнее идеи, для которой настало время. Я представляю себе, как тысячи руководителей обнаруживают, что непреднамеренно подавляли окружающих и стараются измениться и стать вдохновителями. Я представляю себе, как школы, где раньше царила культура подавления, реорганизуются на принципах усиления, что приносит пользу всему сообществу. Я представляю себе, как лидеры государств учатся лучше использовать интеллект и способности тех, кому они служат, чтобы решать самые сложные мировые проблемы. Поэтому я предлагаю вам серьезно подумать над тем, какая возможность дается вам в руке. Просто прослушать эту аудиокнигу недостаточно. Не пожалейте усилий, чтобы стать настоящим вдохновителем. Не дайте этому термину превратиться в расхожее словечко в вашей организации. Используйте принципы вдохновителей, чтобы создать поистине новую культуру, которая позволит людям вкладывать в общее дело большее, чем они могли себе представить. Станьте вдохновителем для окружающих, как стал им для меня тот президент организации в Англии много лет назад. Я глубоко убежден в пользе, которую может принести такой подход к лидерству. Просто попробуйте представить себе, что произойдет.